Повышение качества жизни и помощь конкретным людям. Главные цели международной премии «Мы вместе». Их обозначил на награждение лауреатов регионального этапа губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава региона подчеркнул, что культура волонтерства за последние годы получила большую популярность в России. И Рязанская область не исключение. В целом тематика проектов очень востребованная. Образование, экология, пропаганда здорового образа жизни, помощь старшему поколению и помощь людям с особенностями здоровья и многое-многое другое. Особое внимание вы уделили поддержке участников СВО, поддержке их семей. Патриотической работе – это наш приоритет сейчас. И вот эти проекты, конечно, тоже обязательно должны быть реализованы. Волонтеры – самая популярная категория международной премии среди рязанцев. В ней приняли участие 232 человека. 95 из них – подростки 14-17 лет. 38 заявок в категории НКО подали общественные организации и благотворительные фонды региона. 10 – в категории бизнес. Победители регионального этапа поделились историями о том, как начали свои социально важные инициативы. В своей мастерской я изготавливал печи. И мы их было получено уже в феврале-марте. Первую партию из 11 штук отправили в зону специальной военной операции. В апреле месяце отправили еще одну партию в размере 9 печей. С марта месяца мне пришлось немного изменить свой род деятельности. В Милославском районе мы объединились в группу «Поможем вместе». И сфера моей деятельности стала восстановление списанных автомобилей для использования в зоне специальной военной операции. Очень излюбленным мероприятием оздоровительным для людей стали спортивные экскурсионные прогулки. То есть наш маршрут строился таким образом, что проходя со оздоровительной ходьбой, может быть даже с элементами скандинавской ходьбы, у кого есть было желание. То есть люди проходили по маршруту и обязательно заходили в намеченный нами, например, Кривеческий музей, музей русской песни. А впереди полуфинал. 34 участника от нашего региона уже прошли очную защиту проектов перед федеральными экспертами. Результаты будут известны в ноябре этого года.